МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Втоги уходящей среды", подводят наши корреспонденты. Я, Максим Кембель, смотрите сейчас. Без маркировки и с истекшим сроком годности санстанция проверила магазины и кафе. Было вынесено 6 предписаний об изъятии пищевой продукции. В общем, количество около 80 килограмм. Какие итоги? Трамплин в будущее. Секция по пожарно-спасательному спорту приглашает на занятия. Тренировки проходят у нас ежедневно. Где можно записаться? Холодный режим. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Синоптики анонсируют осеннюю погоду. Будут ли дожди? А также смертельное падение, общественные работы и отмена роуминга. Беларусь и Россия обсудят выполнение дорожной карты. Когда пройдут переговоры? Упал с 5-метровой высоты. На предприятии города смертельно травмирован рабочий. По данным следствия, ЧП случилось 13 сентября. Бобручанин выполнял строительные работы и упал в световое окно потолочного перекрытия на железнобетонный пол. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Анализируется и въятая документация строительной организации в первую очередь по охране труда. Также назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшего. Бобручским межрайонным отделом Следственного комитета по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи установили, потерпевший работал без официального трудоустройства. Кроме того, он не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности. Прямую телефонную линию в эту субботу проведут в Бобруйске. На вопросы жителей ответят горысполкоми и администрациях районов. Позвонить можно с 9 до 12. Заместитель председателя Бобруйского горысполкома Ольга Жук ответит на вопросы, которые касаются экономики, инвестиционной деятельности, предпринимательства, торговли, статистики и анализа заработной платы, оказания бытовых услуг. Управляющая делами администрации Ленинского района Светлана Гриневецкая проконсультирует по контролю за исполнением документов в работе с обращениями граждан и юридических лиц. Обсудить экономические вопросы можно будет из замглавы администрации Первомайского района Мариной Сгорской. Телефоны на экранах. Между двух границ – мониторинг транспорта и запуск БЛАС. Президент анонсировал открытие станции, когда перережут красную ленту. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Запуск БЛАС планируется приурочить к 7 ноября. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Белорусская АЭС, напомню, строится по российскому проекту вблизи островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». В Беларуси Россия обсудит выполнение дорожной карты по отмене роуминга. Переговоры пройдут в формате видеоконференции. Участие в ней примут белорусские российские операторы связи. Работа над админой роуминга на территории союзного государства, напомню, ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта. Около тысячи хасидов в третьи сутки остаются на нейтральной полосе между границами Белоруссии и Украины. Сообщается, что небольшими группами или в одиночку паломники продолжают прибывать в пункт пропуска «Новая Гута». В среднем по 2-3 человека каждые полчаса. Между тем, украинская сторона пропуск иностранных граждан так и не возобновила. Транспортная инспекция проверила одну тысячу школьных автобусов. Зафиксировано свыше 670 нарушений. Среди них отсутствие на сидениях удерживающей системы для детей и неисправная кнопка просьбы об остановке. Кроме того, специалисты обнаружили более 20 фактов отсутствия страхового полиса. Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии подвел итоги мониторинга магазинов и кафе. Рейды проходили весь август. Проверка коснулась 33 объектов. На карандаше сейчас 27 торговых точек. Это более 80%. Среди частых нарушений продукты, испровожденные упаковкой и отсутствием документов. Допущено обращение пищевой продукции без наличия маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Евразийского экономического союза. Пищевая продукция с истекшим сроком годности, с несоблюдением температурных режимов хранения. По результатам проверки вынесено 11 предписаний о пристановлении работы. Из объектов взяли почти 80 килограмм продуктов. Нарушение санитарных требований ударило по кошельку владельцам и ответственным лицам выписаны штрафы. Если покупатель обнаружил, что приобрел некачественный товар, это может стать поводом для проверки торговой точки. Сначала можно обратиться в администрацию заведения. Если не реагируют, то можно обратиться к нам непосредственно либо на сайт письменно, либо на приемную. Это будет рассматриваться как обращение к гражданам в соответствии с законом. Мониторинг специалистов продолжается. Под пристальным вниманием проверяющих частные и государственные кафе, рестораны и магазины. Занятие для сильных духом. Секция по пожарно-спасательному спорту приглашает школьников. Подъем по штормовой лестнице, 100-метровка и эстафета. Все подробности в нашем следующем сюжете. 16-летняя Виталина Баранова 6 лет назад впервые взяла штурмовку в руки. Знакомца с пожарно-спасательным спортом, признается, получилось банальным. От школы отправили на соревнования. Там-то опытные тренеры и разглядели в девочке матерого бойца. Это очень интересно, захватывающе как-то, потому что высота все-таки. Ну, нет никакого страха. Ну, сам спорт привлекает, потому что много различных дисциплин, соревнования, большинство проходят. И областные, и международные, и чемпионаты мира. Делится пожарно-спасательный спорт на три возрастные группы. Младшая, средняя и старшая. Дисциплины на выбор. Боевое развертывание, эстафета 4 по 100, подъем по штурмовой лестнице. Самая зрелищная дисциплина, 100-метровка. Сначала спортсмен преодолевает препятствия, затем развертывает рукава, соединяет их со столом и финиширует главные критерии – точность и время. Тренер Руслан Андреев признается, отбор делают, анализируя физические данные. Нагрузка все-таки большая. Выдержит далеко не каждый. Сентябрь – начало учебного года. Время набора новых ребят. Тренировки проходят у нас ежедневно. Для тех, кто ходит в первую смену в школу, у нас тренировки в 17.30 начинаются. Те дети, которые занимаются вторую смену в школе, тренировки начинаются в 8.30. На нашей базе пожарно-аварийно-спасательная часть пожарно-аварийно-спасательного отряда номер 7. Хорошим стимулом для юных спасателей служат поездки на различные топ-турниры. Для тех, кто хочет связать свою жизнь с пожарным делом, занятия спортом и высокие результаты – большой плюс при поступлении в высшие учебные заведения МЧС. Максим Кеммель, Андрей Богдан, Бобруйск-360. Стали очистцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Но есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон «Горячая линия» на ваших экранах. Уже 72 810 пациентов по всей стране успешно выздоровели от коронавируса. Зафиксировано свыше 74,5 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели 1 672 256 тестов. Такие данные приводит Минздрав. В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины. Договоренность о том, что наша сторона примет участие в третьем этапе тестирования российского препарата между Минском и Москвой была достигнута раньше. После встречи с белорусским лидером в Сочи Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию для Беларуси. Определяющим звеном при проведении тестов станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении в Минске. Лекарства от вируса, как сообщается, ценили не только российские эксперты, но и международные. Есть вакансии. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобрусского горы с полкомом приглашает желающих на подработку. В филиал Белшинагра требуются люди на переборку картофеля, а за тонну заплатят свыше 12 рублей. Расценки за сбор камней с поля в зависимости от засоренности от 7 до 32 рублей. Зарплату будут выдавать 19 и 30, либо 31 числа каждого месяца. За направлением на общественные работы обращаться по адресу. Гоголя, 7, кабинет номер 6. Подробности по телефону 70 95 34. Назад в лето. Погода порадовала белорусов солнцем и плюсом за окном. Местами воздух прогрелся до 25 градусов. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. Завтра погоду в стране будет диктовать скандинавский циклон. Небо затянут облака и тучи. Возможны грозы и сильные дожди. Ветер умеренный в непогоду, порывистый. Днем стопик термометра покажет до 26 градусов тепла. Ночью до 10. Синоптики Могилевщины окрасили четверг в оранжевые опасности. В ливнях и сильном ветре. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Стоит быть начеку. При такой скорости ветер может натворить дел. На западном побережье США не утихают лесные пожары. При этом, отмечают эксперты, огненный сезон даже не достиг своего пика. Стихия, по мнению специалистов, повлечет за собой финансовые убытки до 150 миллиардов долларов. Индонезия уходит под воду. Страну вновь захлестнули наводнения. В ряде провинций погибли по меньшей мере 4 человека. Еще свыше 2000 пришлось эвакуировать. Местами глубина паводковых вод перешагнула отметку в 2,5 метра. Завтра в Бобруйске будет пасмурная погода. Дожди пройдут в первой половине дня. Утром, возможно, гроза. Столбик термометров в светлое время суток поднимется до 19 тепла, но еще похолодает до 9 со знаком «плюс». Анастасия Шевцова, Максим Галеон, Каба, Бруйск, 360. Это все события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...